Служба в армии и воинский долг. Тема очень важная для каждого молодого жителя города Ульяновска. В чем сегодня заключается основная особенность военной службы, в чем ее плюсы, минусы и где все-таки лучше служить в Ульяновске или в другом регионе? Защита государства от любых видов угроз во все времена считалась делом благородным и правильным. Служить в армии и отдать свой воинский долг было и остается почетной обязанностью каждого молодого человека от 18 до 27 лет. Сегодня в Ульяновской области функционирует всего одна воинская часть, которая каждый призыв обучает более полторы тысячи солдат-срочников. Воисковая часть 42-731, или как ее называют военнослужащие Ульяновская учебка, имеет богатую историю. В советское время здесь было высшее военно-инженерное училище связи. Теперь же часть имеет статус учебного центра и обучает своих курсантов по 11 военно-учетным специальностям. Как отмечает руководство учебного центра, за последние годы армия изменилась в положительную сторону. На вооружение регулярно поступают образцы новой военной техники. С каждым годом улучшаются условия срочной службы и практические навыки солдат. В распорядке ранний подъем, завтрак, зарядка. Далее шестичасовые занятия по специальностям. После обед занятия по военно-политической работе и спорт. После ужина личное время и отбой. Физическое состояние военнослужащих остается самым важным направлением современной военной службы. В конце обучения в любом военном учебном центре солдатам-срочникам предстоит сдать выпускной экзамен по физической культуре. Естественно, при прохождении службы в любой воинской части, вообще в целом в вооруженных силах, огромное внимание уделяется физической подготовленности военнослужащих. Ну, общепринято, естественно, здесь военнослужащие развивают такие навыки, это как быстрота, сила и выносливость. Ну, то есть в процессе службы ребята бегают 3 километра, километр, подтягивания на перекладине, отжимания, 100 метров, 60 метров. То есть навыки быстроты. Как отмечает командование части, за последние годы в учебный центр большое количество солдат прибывает из Ульяновской области. В какой-то степени этот опыт возник из-за пандемии. Одним из таких солдат стал Кирилл Чернышев, который был призван в армию в начале лета и при распределении был направлен в свой родной город Ульяновск. Сейчас Кирилл отмечает, сам не ожидал, что служба будет так интересна. Мне как позвонили, сказали, нужно прийти в военкомат, я сразу это же и сделал. Так как я не отношусь к людям, к тем, которые косят от армии, либо еще что-нибудь, я сразу пришел, все документы отдал, медкомиссию прошел. И мне, так как я к ним пошел навстречу, и они ко мне пошли навстречу, и мне предложили несколько вариантов, точнее, показали, есть несколько вариантов. Сегодня, как отмечает командование учебного центра, организуется жесткий отбор призывников. Илья Антышев приехал из города Ачинск Красноярского края. По стопам отца и деда Илья с малых лет мечтал служить в вооруженных силах России. За период месяца службы парень отмечает, что строгость командиров и четкое выполнение всех задач ему нравится. Не пожалел, что отправился служить именно в Ульяновск. Было предложено три города. В военкомате это Краснодар, Питер, Ульяновск. И я решил по духу, что ближе подойдет город Ульяновск. В первую очередь это больше связано именно с жизнью города. Это очень богатая история города, как было выше сказано уже. И само по себе, именно что это бывшее учебное заведение, где готовили настоящих специалистов. Очень сильная, ну, само по себе воинская часть. Таким образом служить в Ульяновске комфортно. Но не стоит забывать первое правило военной службы, что служба – это тяготы и лишения, которые стойко должен переживать каждый военнослужащий. Максим Писарев, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.